Посевная закончилась. Время готовится к осенним работам. Сегодня механизаторы Кривояшинского хозяйства Болотнинского района приступили к подработке полей, чтобы затем сеять озимые. Тему продолжит Зинаида Мельникова. Винчера она полос выкинула по срокам. Я думаю даже дней на 10 раньше, чем в прошлый год. Но все-таки, наверное, что может земля не мерзлая была. Такая оценка скорее исключение, чем правило. Большинство полей с озимыми культурами в этом году повода для гордости не дали. Снег сошел рано, но молодым сходам это не помогло. Пшеница, бугры вымерзли, низины вымокли. Процентов 20-25, я думаю, где-то по грубым подсчетам пропало. Ну она есть, но очень реденькая. Вы соберете что-нибудь? Ну, решили не перепахивать, что-то соберем. 20% пропавших всходов – это не критично, говорят аграрии. Были времена, когда больше половины не переживали зиму. Поля вновь перепахивали и засеивали яровыми. В этом году озимые сохранили. Высокого урожая с этих участков не ждут, но на семена и фураж намолотят. А сейчас в хозяйстве подрабатывают пары. Вчера от дерна освободили 70 гектаров. Ну выйдешь первый день, то одно, то другое. Получается так, что поехал и поехал сразу. Где-то все равно недоделки получаются. На базе стоишь, вроде все на месте, все хорошо. И выехал, то одно, то другое, что-то есть. Прирабатывать прицепной агрегат нужно как минимум день. Трактористы шутят. Завтра уже все пойдет по накатанной. В этом хозяйстве к осени приготовят 600 гектаров. Половину вспашут. Вторую часть подработают. Этот способ менее затратный по горючему. Кстати, о финансах. Начинающие фермеры, сельхозпотребкооперативы и семейные животноводческие фермы области получат господдержку на развитие. Министерство сельского хозяйства региона принимает документы на получение денег. Министр сельского хозяйства Василий Пронькин отметил, что на господдержку по всем трем направлениям из областного и федерального бюджетов предусмотрено 176 миллионов рублей. Образцы документов размещены на сайте Минсельхоза. А подать документы можно до 20 июня 2017 года. Зинаида Мельникова, Андрей Новоселов, Новости ОТС.